Всем привет дорогие друзья, с вами доставщик рыбы на Амбат и сегодня у нас в планах пробежаться еще по трем деревням, доставить жареную рыбу для нашей Хельги, чтобы наладить с ней хорошие дружественные отношения, которые в будущем могут перейти во что-то большее. Итак, я добежал практически до Деники, бежал всю ночь, даже не ночевал, потому что у меня остается всего лишь один день, чтобы закончить этот квест и вот мы в Денике. Так, 50 метров, сейчас отдаем рыбку и бежим дальше, потому что нельзя терять ни минуты. Это вот этот чувак с факелом походу хочет рыбы, держи братан, гервази, здорово, вот тебе подарок, так, это действительно мило, спасибо, все, дальше мы бежим 500 метров 600, бежим вот туда, следующая деревня у нас лесника, мы бежим в леснику, так, а где у вас тут выход, а вот есть выход, все, достаем лук, помчались, блин, мне бы торговца найти конечно, но они все спят и сейчас наверное со мной разговаривать-то не захотят, да? Где у вас тут домики есть? Хоп, вот сюда, а, ну да, вот здесь торговец живет по-любому, вот ты торговец, но они не хотят говорить ночью, да, они все спят, ну ладно, тогда я палки не смогу продать, продам уже в следующем поселении, бежим дальше. Итак, вот там вот уже показалось лесника, здесь у нас река, я бежал всю ночь, сильно вспотел, поэтому мы сейчас в реке как раз помоемся, я надеюсь, что это возможно здесь, ну можно воды попить, но в реке в этой походу нельзя помыться, она слишком мелкая получается, ну да, не помогает, ладно, бежим, не теряем время. Так, вот мы и на месте, где-то в этом доме, похоже, находится человек, которому нужно отдать рыбу, причем он не двигается, ага, вот этот, болибор, да, это он, держи рыбу. Ну, все, закончить диалог, и у нас остается еще один человек, нам бежать 800 метров до рольники, а потом от рольники до хорники я должен успеть все это сделать за эти же сутки. Ну что ж, погнали. Так, у меня уже перегруз начался, я выкину камни, потому что они стоят так же как палки, но при этом тяжелее. Ой, и можем бежать дальше. Собираем только ветки, они стоят одинаково, а по весу ветка весит намного меньше, чем камень. Тут, кстати, очень много камней лежит, я смотрю, тут можно на берегу вот этого вот озера или реки, прям каменный дом себе забабахать, вообще легко. Потому что здесь много камней в округе. В принципе, я думаю, мы успеем, осталось 250 метров до последней деревни. И потом вернуться обратно, я думаю, тоже успеем за сутки добежать, ничего страшного не произойдет. Квест мы выполним. А, надо еще посмотреть в этих деревнях по пути, может быть я какие-то еще квесты смогу взять, что-нибудь выполнить. И, возможно, заработать деньжат или репутации династии. Ну вот, мы уже и почти на месте. Так, я уже набрал палок так, что бегать не могу. Но у нас вроде как утро должно наступить, хотя еще нет. Не знаю, смогу ли я сейчас продать палки, которые насобирал, наверное, лучше выкину. Ну что, освободил я инвентарь, у меня еще 217 палок осталось, то есть по сути это 217 монет. Фига, это у них поле такое неровное. Так, кому тут нужна рыба? Идем вот в этот дом. Вот здесь вот ждут от нас кусок рыбы. Так, кто тут? Вот ты? Да, вроде вот этот вот. Олег, забирай. Все, отлично, осталось поговорить с Хельгой. Хельга у нас за 2 километра отсюда. Мне нужен торговец. Блин, они все спят, походу, еще. Вот этот Олег, он и был торговцем, видимо, да? А нет, вот эти вот торговцы. Да, они пока не хотят разговаривать. Ну что ж, это печально. А какие еще квесты есть? Вот здесь в Рольнике есть какой-то квест. И в Лестнике был. Так, в Дальнем Доме. Давай сходим. Посмотрим, что за квест. Получается вот здесь, что ли? Кто мне может дать задание? Добрава? Она не хочет разговаривать. Ладно, мы тогда ждем утра. Потом берем квест у Добравы. Потом по пути назад берем еще вот здесь в Лестнике квест. И бежим в Хорнику. Такой план. Возможно, я смогу в этой серии много денег заработать. И наладить отношения с Хельгой. Мне бы знать только, когда наступит утро уже. Тут же не пишется какой день, да? Только год. А вот, час 37. То есть они еще долго будут спать. И что мне делать все это время? Че мне делать? Че мне делать? Не знаю даже. О, вот ты. Ты не торговка, случайно? Нет. Жаль. Так бы я бы сейчас все продал и побежал бы дальше. Хотя нет, мне надо задание еще взять. И переночевать я тут не могу. Придется выйти за пределы деревни. Сделать костер из палок. Да, вот сейчас мы куда-нибудь отойдем. На расстояние, которое мне позволит поставить костер. Далековато придется идти. Я, конечно, потрачу кучу палок. Ну а что делать? Привет, олени. Можно мне тут костер рядом с вами разбить? Да, отлично. Я еще палок сейчас насобираю здесь пока. И мы переночуем до утра. Ну вот оно и утро наступило. Теперь мне нужно еще палок насобирать. Взять квест. Продать все палки. И мы побежим дальше. Побежим точнее в обратную сторону теперь. Блин, как мне надоело бегать туда-сюда. Такие примитивные квесты. Но вначале приходится их выполнять. Во всяком случае, пока жену себе не заведешь. Но это надо сильно стараться. Так, 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 подожди. А торговцев тут уже нет что ли в домике? А, они уже ушли. Мне их теперь надо тут где-то по деревне рыскать, искать. Вот там вот тетенька с заданием. А вы что на поля ходите зимой? Я пообещал опошить штаны для местных жителей, но у меня закончились материалы. Ладно, я возьму задание, даже если я его не выполню. Старые тряпки. И что там нужно тебе? Доставить 9 кожи. У меня есть 6. А, то есть надо просто поохотиться. Блин, можно это выполнить. Единственное, у меня мало стрел. Мне нужен торговец. Торговец. Сначала нужен торговец. В принципе, я успею даже потом добежать обратно. Ты торговец? О, отлично. Так, стрелами ты не торгуешь, но я продам тебе все палки. 217 монет получу, и теперь у меня есть куча денег, чтобы купить себе стрелы где-нибудь здесь. Да. Так, кто это еще у вас тут был? Со значком кошелька вроде бы. Вроде бы у вас тут 2 торговца было. Нет? Я что, ошибаюсь? Я не могу ошибаться. Да, 2. Подожди, второй в таверне вот здесь, наверное, сидит. Или это не таверна? Дом. Так, вот ты торговец, да? А он все еще спит. Да сколько можно отрыхнуть-то, Назар? Или Нодар? Как тебя там зовут? А, блин. Получается, что да. Вот он, второй торговец. Ладно, пойдем охотиться пока. Стрелы я не могу купить. Я не знаю, конечно, может они тут вообще не продаются у него. Я насобираю еще веток. Итак, я видел, здесь где-то олени бегали. Прям возле деревни. Вот на них мы и будем охотиться сейчас. О! Так. Блин, 2 стрелы мало, конечно. Ну, а что делать? Блин, я не попал. И стрел больше нет. Надо собрать, хотя бы вот эту стрелу забрать отсюда. Блин, у меня копье сломалось. Зараза, а? Ну, это бред вообще. Так, давай я сейчас с лука добью. Все, и стрелы остались обе. Хорошо. Собирай, собирай. Ну же, ну же. О, все, отлично. У меня еще две стрелы остались. Я ни одной не потратил. Так, кожу у тебя смогу добыть, нет? Или у таких, у оленей нет кожи? Сейчас посмотрим. Какие-то животные дают вроде, а какие-то только мех. А, нет, три кожи. Все. Мне хватит этого, чтобы квест выполнить. Отлично. Вот это везение. Сейчас мы найдем... Так, кому тут сдать задание-то? Подожди, а где? Где челс вопросиком был? А, или это ты? Подожди. Нет, где-то там. Они сюда куда-то уходили, я помню. Да ё-моё. Так, давай так. Вот это сделаем. Где? 45 метров. А, я же говорю, куда-то сюда ушли. На поля. Нифига у них тут поля зимой. Вот это зима. Это нормально. Они тут устроились. Да браво. Все, держи. Льняную нить дала, монеты. Отлично. Так, где второй торговец? Нодар. Он проснулся? Нет? Нет, мне нужно стрел попробовать купить. Я не знаю, есть они у него или нет. А он все еще спит? А нет, подожди, его здесь нет. А куда он делся? А, он на поле похожий. Вот он. Так, чувак. У меня времени мало, так что давай пока... Да, показывай. У него есть семена морковки, свеклы. И овсяные зерна. Ну ладно. Стрел у тебя нет. Значит мы уходим отсюда. Здесь я задание выполнил. Теперь бежим в леснику. И это получается вдоль реки бежать. И я буду пытаться выполнить по пути еще там задание. Ага, уже полдня прошло. Нифига, какие задания? Все, бежим. Бежим срочно к Хельге. Я не знаю, надо сохраниться тогда. Если что, я загружусь. И буду как-то быстрее пытаться делать это все дело. Все, погнали. Я выставил метку. По пути, где можно, буду пытаться подбирать палки. Вот так вот на ходу, на бегу. Ну или там, где выносливость будет заканчиваться. В принципе, можно останавливаться, собирать палки и бежать дальше. Так, здесь у нас озеро или река, или что это? Надо мне тут искупаться, во-первых. Потому что я уже настолько грязный. А во-вторых, я попытаюсь срезать прямо через эту воду. Правда, плыть я, наверное, буду очень долго. Блин, там был мост. Да, там оббегать слишком долго. Попробуем переплыть. Не знаю, может быть он и быстро переплывет. Сейчас посмотрим. Все, выдохся. А, ну ничего, нормально. Выносливость восполняется, если shift отпустить. То есть он как будто идет просто под водой. А, то есть можно даже нырнуть, якобы. Нифига, сабнатика. Так, ладно. Куда, куда? Я заблудился. Нам в ту сторону. Да, ну он такое ощущение, что просто как будто бежит. Только быстро. Ну-ка, если лук убрать, может он поплывет как-то, нет? Нет, он просто идет вброд. Тогда мы пойдем по кратчайшему расстоянию до берега. И там дальше уже побежим по берегу. Полдня прошло, мне еще полтора километра бежать. Далековато. Но в принципе я успеваю. Я должен успеть. А то, что я перешел сюда, конечно... Да, это... Это уже точно меня лишает возможности зайти в лестнику. Я уже туда точно забегать не буду. И просто бегу на метку. Чтобы сдать задание. Надоело мне на самом деле уже вот так бегать. Но строить базу тоже пока нет возможности. У меня мало там всяких доступных технологий строительства. А чтобы их открывать, надо, наверное, выполнять квесты. А по квестам мне надо охотиться на медведя. Которого я не знаю где найти. И в комментариях мне никто не написал. Придется самому гуглить. Посмотреть. Может где-то я узнаю, где тут медведя найти. Ну а пока буду бегать, выполнять задания и налаживать отношения с Хельгой. Если не получится, то есть запасной вариант. Это Инга, которая живет не так далеко от нашей деревни. Поэтому, в принципе, план пока такой. Кстати, я сейчас по дороге туда еще насобираю веток. Стоп, там кабан был. А, мне сейчас в Денику надо забежать. А, вот она, кстати. Тут рядом, да, кабаны водятся. Я вспомнил. Я сюда... О, они чистокол построили. Я же им тогда тут бревна-то приносил, чтобы они построили чистокол. Мне нужно найти торговца, где они тут у них гуляют. И... Блин, нет сил даже подпрыгнуть. Сейчас продам все палки. А куда он делся? Торговец. Торговец. Так, вот это торговка? Нет, она не торговка. Даё-моё. Один где-то слева показывается. Где он? А, вон он тут ходит за домами, прячется. Мне нужно продать ему все палки. Не заинтересован со мной говорить. Ты что, офигевший вообще? Я столько времени уже потерял в вашей деревне сейчас. А он не заинтересован со мной говорить. Подожди, а кто тут из вас торговец? Не пойму. Еще нихрена не пойму. Здесь что ли? Ты торгуешь? О, да. Вот, у них есть сумки всякие. Но там, в той деревне, куда я иду, тоже есть сумки. Поэтому я сейчас просто буду продавать палки. Зарабатывать кучу денег. И, возможно, мне хватит на самую крутую сумку. Поэтому мы бежим дальше на метку. Собираем все веточки. И продаем их там. Еще где-то 200 монет получаем. И я надеюсь, мне хватит, чтобы купить самую крутую сумку. Ну, в принципе, полпути я уже почти что пробежал. Блин, ты охреневший кабан. У меня стрелы остались только железные. Ой. Достань-ка лук. Где он? Эй, кабаняка. Ты не охренел ли? На меня нападать. Так, стрелу заберем. Фига, это я одну стрелу потерял. Каменную, получается. О, отлично. Навык охоты качнулся. А с железными-то стрелами вообще круто. Ммм, да, только одна пропала. Блин, еще кабан. Сейчас мы каменную зарядим. И у меня с вас две железных, одна каменная. Не весело, не весело. Ладно, давай попробуем их сейчас разберем. На запчасти. Получается, железная стрела намного мощнее. Она ваншотит кабана даже. Так, сейчас вот этого еще залутаем. Давай, кабанчик. Ну, вот. Хорошо. Так, новый навык охоты. Что я могу там прокачать? Знание об охоте. Вот, мне надо плюс очко, получаемое при охоте. Это я буду стрелять лучше. Это я с луком... А, это будет меньше ломаться стрелы и болты. Отслеживать животных смогу. Хищник. Скорость в приседе будет быстрее. О, колчан будет. Ну, у меня столько стрел нет, чтобы столько стрел в него запихивать. Пока не нужно это. Так, рукопашный бой замедлен на 5% и прочность дальнобойного оружия потеряна. Что это значит, непонятно. Качаем знания об охоте и все, и бежим. Этого кабана мы трогать не будем, если он только сам на меня не набросится. Я попытаюсь пробежать мимо. И мне еще где-то километр бежать. В принципе, уже вторая половина дня наступила. Я надеюсь, что я успею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня чуть не сбили тут рогами. Офигеть. Странные животные какие-то видят тебя и бегут на тебя, а не от тебя. А почему я опять, блин, прям в озеро уперся? Я не мог его обойти стороной. Вот что за бред? Почему мне прям надо так напрямую сквозь озеро бежать? Так, тут расположены прям населенные пункты. Блин, тут так красиво. Тут бы вот домик построить на берегу озера и вообще поселиться здесь. Самое прекрасное место, кстати, для поселения. И примерно одинаковое расстояние до всех деревень. Да, вот на этом озере, кстати, мне кажется, круче всего было бы жить. Построить тут базу было бы просто великолепно. Так, теперь мне нужно через горы идти. 800 метров в горы. Это уже будет, наверное, тяжелее. Хотя выносливость тут не тратится быстрее от того, что ты идешь вверх. И не тратится меньше от того, что ты спускаешься вниз. То есть рельеф тут, по-моему, никак не влияет на выносливость. Но я пойду прям по горе. Мне интересно просто, опять же, посмотреть на карту с высоты птичьего полета. Блин, как же тут красиво. А что, я не могу выше? Вот, да, реально надо тут селиться где-нибудь вообще в горах. Или вот там вот на озере, чтобы не было проблем с водичкой у тебя никогда. Чтоб ты мог всегда сходить попить, помыться. Да, у меня, кстати, с водой могут быть проблемы. Не знаю, у меня бурдюк. А, у меня бурдюк есть. Хотя я, я не знаю, им практически не пользуюсь. Надо его вообще выложить и не таскать с собой. Где живет медведь? Мне интересно вообще. Сейчас у него сфокусируется зрение. А это когда выносливость заканчивается, у него начинает все плыть в глазах прям. Все, мы добежали. Ура! Я успел. Я еще даже не полный инвентарь палок насобирал. Мне бы сейчас еще веточек понадобится собирать. Потом их продать, чтобы мне хватило на самую крутую сумку, которую тут вообще можно купить в этом поселении. Так, надеюсь, еще я смогу, конечно, стрел прикупить железных. Но, скорее всего, мне не хватит денег. Потому что они стоят очень дорого. А сумка тоже не из дешевых. Но сумка мне сейчас важнее, чем стрелы. Так, идем к Хельге и сдаем ей задание. Так, она что, в этом домике где-то сидит? Нифига себе. Хельга. Я доставил все блюда. Мне дала одну жареную рыбу. Прекрасно, вот, можете оставить это себе. И вот несколько монет за ваши труды. И опять 15 монет, 15 репутаций. И это все. Вот такое беспонтовое задание, блин. Бегать по всей карте, чтобы получить какую-то фигню. А, ну да, дала мне плюс 5 одобрения. Ну, давай поговорим. Знаете, я довольно сильно это действует, как магнит на дам. Я восхищаюсь вашей честностью. Вы не боитесь говорить другим, что не одобряете их поведение. Вот это тут какая-то фигня. Я уже, по-моему, в Инге такое говорил и не прокатила. О, вы действительно выглядите надежным. Вот это уже лучше. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. О, плюс 10, да ладно. Большое спасибо. Я рада, что хоть кто-то видит, как много души и сердца я вкладываю в работу. Отлично. А, ну все. До 20 мы качнулись. И, в принципе, все. Можно идти к торговцам. А ты, кстати, тоже же торговка. Можно тебе палки продать? Так. 87 штук. Итого у меня 786 монет. Я ей уже 160 палок продал, офигеть. Так, теперь мне нужно найти торговца, у которого я видел сумки. Это ты? Вот, значит, так, есть мешок, есть сумка. Есть маленький мешочек плюс 3 килограмма. Этот рюкзак плюс 10, этот плюс 15, сумка плюс 6. Странно. Так, простой рюкзак плюс 15 килограмм. Сумка плюс 6 килограмм. Так, что еще тут есть? Все, только сумка. И она стоит 400. Подожди. А почему простой рюкзак стоит 800? Плюс 15 килограмм. А, так правильно, я не то смотрю. Получается, что из всего этого самое крутое, это простой рюкзак, который стоит 800. Мне еще даже не хватает на него, е-мое. А если я мясо продам? Допустим, не все, но там пару штучек себе оставлю. О, все, хватает. Что там надо? Простой рюкзак за 800. Плюс 15 килограмм я смогу таскать. Это же я смогу набирать веток намного больше. И продавать их в больших количествах. И зарабатывать больше денег. Давай купим простой рюкзак. Во! Ай, подожди, что, его надо еще прям в слот, что ли, куда-то одеть? Не понял. Ну, где он там? Простой факел. Меня что, обманули? Ничего не понимаю. Деньги мои списались, значит. А рюкзака на мне не появилось. Это как? Вот, наверное, слот для рюкзака или вот. Но я не вижу его здесь. Подожди. Это что за... Это что за лохотрон? Подожди-ка. Где простой рюкзак? Я его купил за 800. У меня и вместимость инвентаря не увеличилась. А, вот он. Ё-моё. Ф надо нажать, да? Чтобы его в слот. Да, вот он в слот поставил. Все, 50 килограмм. Фу, отлично. Я уже запереживал. Кстати, у меня еще есть камушки. Надо продать тоже камушки. Кому-нибудь вот этой, наверное, да? Где там мои камни? Давайте я их продам. Чтобы не таскать зря. Ну все, отлично. Ну-ка, а можно теперь с тобой еще раз поговорить? Нет? Не, все, не хочет. Ну ладно. Получается, что я купил рюкзак. По стрелам у меня все печально. Каменная одна и две железных. Копье у меня вообще сломалось. К фигам. Надо тогда взять каменный топор, наверное. Какой он там, слот? Не понял. А, ни на каком слоте у меня топор не стоит. Так, возьмем топор. Завалим одно дерево. И сделаем себе копье. Хотя бы. О, и теперь можно будет строить свои дома намного проще. Я могу больше бревен таскать в рюкзаке. Соответственно, не придется их там еле-еле дотаскивать до того места, куда их нужно притащить. Теперь я смогу их прям побольше носить. И при этом спринтовать. Так, сейчас мы делаем копье. Деревянное, да? Отлично. Так, что у нас по квестам теперь? История Алвина. История Юнигоста. А, и вот это. Значит, медведь. А, еще четыре оленя мне надо, кстати, вальнуть. Ага, и сделать лук. А для лука нужна была какая-то там льняная нить, как раз, по-моему, да? Я одну тогда купил, и сейчас мне две за квест дали. Ну, зашибись. Зачем покупал? А, и теперь мы можем еще сбегать, кстати, в ту же самую лестнику, где я не взял квест. Либо пойдем в Гастовию. А, пойдем в сторону дома. Все равно скоро сменится сезон. А может быть лучше тут потусоваться. Дождаться конца сезона. И, возможно, опять поговорить. А, меня теперь партнет домой. Ну, тогда я пойду карту изучать. Вот сюда вот по дороге. Неизвестно, что там такое. Но туда идет дорога. Возможно, я встречу, что там медведя. Тут еще и развилка даже. Эта дорога куда-то в лес уходит. Давайте будем изучать карту. А что бы нет. Посмотрим, что тут есть. Может, реально тут какого-нибудь медведя найду. Хотя бы буду знать, что он тут живет. Я наверняка его сейчас победить не смогу. А, еще надо сделать вот так. Первый слот поставить копье. И пойдем. У меня есть рюкзак. Теперь я могу набирать очень много вещей. Так, подожди. Дорога куда-то влево уходит. Это в горы. А, это вот туда. Нет, туда мне не надо. Вот, мне надо было на ту дорогу. По ручью направо. Сейчас мы туда пойдем. О, уровень выживания качнул. Вот. Палки полезно вообще всегда собирать. Так, невосприимчивый мне не интересен. Железная печень. Устойчивость к отравлению. Во, здоровье еще подкачаем. А почему бы и нет? Рыбак это там что-то предел рыболовной сети. Это мне не надо. Да, вот здоровье мне прям вообще бы не помешало. Ой, что я сделал? Вот так. О, все, отлично. У меня теперь еще больше здоровья. Но тут все равно пишется 100%. Но оно просто стало в количественном выражении больше. А в процентном, естественно, осталось также 100. Так, ну что. Мне нужно выйти на ту дорогу, которую я видел. Она где-то вот здесь. Куда это, интересно, все меня заведет? Ага. Вот, по-моему, эта тропа. Вот она, да. Куда она ведет? Она ведет на край карты. Это понятно. Но что там будет? Почему именно туда ведет дорога? Может быть, типа мы пришли по этой дороге в эту долину? Мне бы медведя все-таки найти. Мне лучше остаться в этой, в долине. Это мой дом сейчас. Ну да, все, получается, это просто выход с долины. Ну вот, сюда вот. И все. И вернуться сюда никак. А, еще есть вот там дорога в долину одна, да? А, еще вот там. Понятно. То есть мы, может быть, отсюда. А, ну да, мы вообще отсюда откуда-то появились. Вот здесь в лесу. То есть откуда мы пришли в долину, непонятно. Вот так вот мы шли. Или отсюда мы шли. Ну ладно, развернемся тогда. Пойдем искать. Вот тут гора какая-то есть. Может быть, все-таки найду где-нибудь медведя на окраине карты. Потому что, ну а где он еще может быть? Я по центру везде бегал уже. И ни разу не встретил медведя. Может быть, они зимой в спячку впадают. И поэтому его надо летом только искать. Хрен его не знает. Да блин. Меня туда тоже не пускает, на эту гору. Ладно, пойдем в обратную сторону. Здесь получается просто край карты. Медведи здесь не водятся. Но если они, блин, даже на полях умудряются зимой что-то выращивать, то я не думаю, что медведь тут вообще в спячку когда-то должен впадать. Ну, это, конечно, логично, что должен. Но не знаю. Что-то как-то неубедительно пока. Что медведи впадают в спячку, а люди, блин, на полях и зимой могут выращивать какие-то, блин, культуры. Не все, конечно, но все равно. Что-то это подозрительно как-то. Так, а здесь у нас что? Погуляем сейчас по этим окрестным лесам. Да посмотрим. Да, тут я тоже никого ничего не вижу. Тут, скорее всего, меня сейчас тоже развернут. Ну да. Так что надо брать левее сразу. Ага, озеро. Интересно, у меня хп не будет восстанавливаться само по себе? А, оно восстановится. Сейчас сезон сменится и оно восстановится. Так что я лечиться подорожником не буду. Тем более, что зимой он не растет. Его только летом там или весной можно собирать. И осенью вроде он тоже был. А может уже и не был, я не помню. Вот. Поэтому я лечиться вообще не буду, потому что сезон сменится. И я просто буду отхиленный, сытый, не испытывающий жажды. И прямо у себя дома появившийся. Так что сейчас просто бегаем, как можно больше веток собираем. Осматриваем карту. Возможно, найдем здесь что-то интересненькое. Это еще какая-то дорога. А, это ручей. Да, это ручей. Блин, карта вообще красивая. Она прям сделана вообще шикарно. И вот эта смена времен года, она вообще суперская. Ну, единственное, что раз в три дня это как-то слишком быстро. Я не успеваю, допустим, за лето там. Оббежать все деревни, сделать все квесты, например, да. И при этом еще успеть все посадить. Еще построить, поохотиться. О, ты там мне и нужен, братан. Ну-ка иди сюда. Вот так вот. Блин, стрела пропала. А, нет, она просто под землю упала. Ну ладно тогда. Отдавай мне все. Еще три охоленей надо вальнуть. А может быть потом медведь появится? Да нет, вряд ли. Или он появится, когда ты лук скрафтишь. Но это тоже так себе неправдоподобно выглядит. Скорее всего он где-то есть. Просто либо его зимой не найти. Либо я не знаю. Опа! Бизон. Я надеялся, что это медведь. Да, вот бизона мне сейчас не нужно. Я его не вальну даже железными стрелами. А мы куда идем вообще? А, мы правильно идем. Мы идем в сторону дома. Тут какое-то озерцо будет справа. Надо пройтись посмотреть. Олень. Ай, разбежались, зараза. Так, вот этот не видел. Меня не убежал. Подкрадемся. Да не бегайте вы его сейчас пугнете, придурки. А хотя... Вот ты прибежал сюда. Вот тебя там мы сейчас и прихватим. Только не беги к бизону. О, хорошо. Так, тихо. Они носятся, блин. Громче всех остальных животных в этой игре. Так, еще два оленя осталось. Сейчас мы здесь как раз квестик-то и добьем. Ха-ха-ха. С одной стрелы, блин, прикольно. Стрелу в него выпускаешь, он, короче, замедляется. И потом его можно догнать и копьем просто затыкать. Новая тактика охоты. Вот эти вот они помощнее. Самцы. Их уже так не возьмешь. Да, попал. Копье. Блин, копье сломалось. Тихо. Копье у меня еще есть. А, я не сделал. Блин. Так, а топором можно его... Нельзя. А, вальнул. Все. Так, давай копье сделаем новое. И, наверное, еще одно сразу же. Запасное. Так, копье ставим на первый слот. Обыскиваем оленя. Мне, похоже, стрела уже пришла в негодность. Да, все. Я остался без каменных стрел. Есть только железные. Ну, можно попробовать двумя копьями сейчас поохотиться. Последнего оленя завалить копьями. А железные стрелы я сейчас заряжу просто в колчан. И они у меня будут на всякий пожарный случай, если вдруг на меня нападут какие-нибудь опасные животные, типа волков или там бизон навалится на меня. Или медведь вдруг неоткуда появится. Они вроде как убежали в ту сторону. Уже, кстати, вечереет. Надо успеть. Надо поторопиться. Так, а куда они все делись? А это не берлога? Я все ищу берлогу, блин. Опа! Здорово! Так, ну ты побежал в сторону моего дома, вот за тобой-то я и погонюсь. Ага. Да-да-да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не попал. Зараза. А, во, есть новый. Да ты-то чё? А, я думал на меня бежит. Попал, нет? Минус копье. Стой! Сейчас, погоди, тут где-то копье было. Вот оно. Так, он убежал куда-то сюда. Вон он. Скорее всего, это тот. А, их тут двое, блин. Зараза, за кем гнаться, не знаю. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Копье сломалось. Охренеть. Сейчас уже сезон сменится. Мне нужно добить этого последнего оленя. Да ё-моё, все копья поломал. Ну всё, ты меня выбесил. Это как так, блин? Я все копья поломал, блин, об оленей. И не убил ни одного. Ну-ка, стоять. Всё. Я завалил всех оленей, наконец-то. И стрела вроде как осталась. Даже не сломалась. Так что у меня теперь две железных стрелы. Как и было. Всё, в принципе, сейчас собираем веточки. И меня телепортнёт домой. И наступит весна, наконец. Наконец весна. Мы сможем на поле посадить какие-нибудь там парочку семян, которые у меня есть. А я не помню, что у меня там есть. Капуста и морковка или ещё что-то. Овсяные, может быть, какие-то есть. Хлопья. Хлопья семена, не знаю. Да, ну, в принципе, ещё до ночи есть время. Так, факел у меня нормальный. Итак, гулял я, гулял, значит. И, наконец-таки, наступила смена сезона. И это даже смена первого года. И смотрите, тут появилась какая-то табличка. Знание это сила. В вашу деревню пришёл странный человек. Он утверждает, что много знает о дикой природе. И может поделиться этими знаниями с вами за несколько золотых монет. Итак, и что можно отклонить? Вопрос выживания. 500 очков навыков выживания минус 1000 монет. Можно спросить об охоте и получить 500 очков навыков охоты и минус 1000 монет. Либо показать ему, что вы знаете больше и получить 250 монет. Ограничение. Охота должна быть больше либо равно 5, что ли. А у меня охота всего 2. То есть мне надо больше охотиться, получается, чтобы про охоту ему больше. Ну, тогда отклонить. А, это просто ивенты, случайные события. Я подумал, что к нам прям новый поселенец пришёл, хочет у нас поселиться. А это просто какой-то странник мимо проходил. Ну, придётся отклонить, так как у меня не хватает знаний и денег, чтобы с ним поделиться. У вас нет ни времени, ни денег на такого человека. В конце концов, он мог быть обманщиком. Кстати, да. Почему бы и нет? И вот я появился у себя дома. Новый квест. Платить налоги. Ё-моё. Так, и чё там за налоги? 125 монет Юни Госту. Вот он какой охреневший. Ну, деньги-то у меня есть. Я заплачу. Ура! Весна наступила. Как давно у нас не было так красиво-то в игре. Солнышко светит. Всё зелёное. Прям сразу. Да, вот это весна. Снег мгновенно сошёл. И всё. Сразу бушует трава. Так, налоги. Налоги выплачиваются монетами. Каждую весну вам нужно будет платить налоги старости деревни в центральной деревне Гастови. Налоги взымаются за ваши здания и поля. А, если вы не уплатите налог за прошлый год, то долг увеличится с процентами. В следующем году вам придётся погасить свой долг и также заплатить новый налог. Текущий налог с задолженностью отображается во вкладке управления. Если каждый последующий сезон вы не будете выплачивать свои долги, репутация вашей династии будет страдать, пока вы не дойдёте до минус 10 тысяч, после чего вы будете изгнаны из долины и ваше путешествие закончится. Ага, всё-таки придётся отплатить. А я думал, блин, а что будет, если я просто вообще не буду ему платить? Оказывается, придётся. Ну ладно, значит, в следующей серии мы пойдём с вами платить налоги. Огромный респект всем, кто досмотрел до конца. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну и не забывайте подписываться на канал, вступать в дискорд и группу ВК. Всем удачи и до новых встреч, друзья.